Всем привет! В сегодняшнем уроке аудирования мы не только будем тренировать английский на слух, но также выучим много полезных современных слов и фраз, как более эффективно работать с этим уроком. Итак, вы можете ставить видео на паузу, возвращаться и прослушивать какой-то эпизод, какой-то отрывок, снова и снова. Рекомендую вам повторять фразы и предложения вслух, проговаривать. Это очень важно. Таким образом, вы не только лучше их запомните, но также будете развивать, тренировать свои разговорные навыки. Я надеюсь, что это видео станет для вас полезным помимо английского. Вдохновит вас на изменения, вдохновит вас двигаться вперед. Итак, вы готовы? Начнем! Sometimes we get stuck in these situations where we're seeking the approval of someone for our self-esteem. Yes! Sometimes, иногда, we get stuck. Увязать, застревать, попадать в ловушку. Итак, иногда мы попадаем в ловушку или застреваем. В этих ситуациях, где мы seeking, глагол seek, искать, обращаться. Где мы ищем the approval, одобрение, of someone. Где мы ищем одобрение от кого-то? For our self-esteem. Для нашей самооценки, нашего самоуважения. Или можно перевести, чтобы определить нашу самооценку, определить нашу собственную ценность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! for our self-esteem Self-esteem самооценка, самоуважение is about yourself Это то, что касается вас Это вас But we start looking to other people for our self-esteem But we start Но мы начинаем look to обращаться, принимать в расчёт рассчитывать или руководствоваться Итак looking to other people обращаться к другим людям то есть руководствоваться мнением других for our self-esteem для того, чтобы сформировать свою собственную самооценку для того, чтобы оценить себя С Portuguese Оно 求 на себя И знаете, обратите внимание на произношение and. Здесь вы не услышите чёткого звука D. Мы оказываемся, мы попадаем в такую ситуацию, когда мы находим себя в том состоянии. Когда мы смотрим в разбитые зеркала. To get a reflection of ourselves. Для того, чтобы получить. Отображение, отражение. Of ourselves. Самих себя. And, you know, sometimes we find ourselves looking in broken mirrors to get a reflection of ourselves. And, you know, sometimes we find ourselves looking in broken mirrors to get a reflection of ourselves. Right? And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror to see if you're pretty. Right? And you're gonna let that person tell you about your inner qualities. Right? And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror to see if you're pretty. Right? And you're gonna let that person tell you about your inner qualities. And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror to see if you're pretty. Заглядывайте. In a broken mirror в разбитое зеркало to see if you're pretty, чтобы посмотреть, симпатичны ли вы, приятны ли вы человек. And you're gonna let that person, и вы собираетесь, вы намереваетесь, to let that person, разрешить тому человеку, tell you about your inner qualities. Right? And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror to see if you're pretty. Right? And you're gonna let that person tell you about your inner qualities. Right? And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror to see if you're pretty. Man. And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror and you're gonna change your face to try to look good in a broken mirror. Man. And the greatest tragedy is when you look into a broken mirror and you're gonna change your face to try to look good in a broken mirror. Man. Двигаемся дальше. Any greatest tragedy – знакомая фраза и самая большая трагедия состоит в том, когда вы смотрите в разбитое зеркало. Обратите внимание, в первом случае у нас использовалась фраза look into a broken mirror. В этом случае look in a broken mirror. В данном контексте эти две фразы имеют одинаковое значение. And you're gonna change your face. И вы собираетесь, намереваетесь изменить свое лицо. To try to look good in a broken mirror. To try – чтобы попытаться. To look good – выглядеть хорошо. In a broken mirror – в разбитом зеркале. And the greatest tragedy is when you look in a broken mirror and you're gonna change your face. To try to look good in a broken mirror. Man. And the great… …tragedy is when you look in a broken mirror and you're gonna change your face. To try to look good in a broken mirror. Man. А теперь слушаем весь этот монолог от начала и до конца. Продолжение следует... И следующий эпизод, с которым мы поработаем. Слушаем. I'm not working out. Я не тренируюсь. I'm not lifting. Я не поднимаю вес, я не качаюсь. I'm not sweating. Глагол sweat можно перевести потеть, выполнять тяжелую работу. Трудиться. Итак, I'm not sweating. Я не тяжело тружусь. Я не выполняю тяжелую работу. I'm building. Я строю, создаю, формирую. I'm not sweating. I'm building. I'm not working out. I'm not lifting. I'm not sweating. I'm building. Building a foundation. I'm building. I'm building habits. By breaking. Breaking barriers. Records. Stereotypes. Building a foundation. I'm building a foundation. Я формирую, строю, создаю фундамент. Основу. I'm building habits. By breaking. Build habits. Формировать привычки. Итак, я формирую привычки. By breaking. Путем разрушения. Путем того, что я ломаю. И что именно я ломаю? Breaking barriers. Ломаю преграды. Устраняю препятствия. Еще break barriers. Можно перевести преодолевать барьеры. Дальше выражение break records. Устанавливать рекорды. Бить рекорды. Breaking stereotypes. Ломаю стереотипы. Break stereotypes. Ломать стереотипы. Итак, получается, я строю основание, базу, основу. Каким образом? By breaking barriers. Преодолевая барьеры. Ломая преграды. Устраняя препятствия. Путем того, что я бью рекорды. Устанавливая рекорды. То есть, я беру новые вершины. Я делаю что-то еще лучше. И также ломая стереотипы. Путем того, что я сделаю стереотипы. Рекорды. Стереотипы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выражение break step в буквальном смысле обозначает идти не в ногу, то есть сбиваться с шага, шагать не в ногу. В образном значении в таком контексте break step обозначает делать что-либо вопреки традиционному подходу, не соглашаться с остальными, не идти вместе с остальными Мы все это делаем Посмотрим на следующую часть предложения Если мы делаем это правильно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что Когда вы восстанавливаетесь Когда вы приходите в норму Это время, когда вы break through Одерживаете победу Прорываетесь Добиваетесь успеха А теперь слушаем весь этот монолог от начала и до конца Я не работаю Я не лихаю Я не потяну Я строю Я строю 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 Жду от вас комментарии по данному уроку. Подписывайтесь на канал, если хотите дальше развивать свои навыки английского языка. А сейчас пока-пока! Встретимся в следующих видео уроках!